всем привет дорогие друзья сегодня будем снимать обзор гель-лаков что нам пришли за последнее время и маникюрных всяких прибамбасов давайте гель-лаки на последнее оставим сейчас проверим вот этот стампик я еще не смотрела его времени не было что-то неровно воткнуты там он вообще ребята не липкий нисколько но он твердый хороший что мне нравится он прозрачный все будет видно через него и маленький скребочек нему отодвинем в бок как вы помните у нас пришел вот такой диск для стейпинга круглый пластиковый рисунки вот я провожу чувствуется ребята рисунки хорошо чувствуется но потом попробуем когда у нас лампа придет мы уже полностью протестируем так дальше я хочу вот этот диск открыть потому что вот так вот видно как будто царапины я как всегда принесла ножик и сейчас буду мучиться открывать диск этот как я не люблю эти диски открывать это вообще ужас напишите как вы открываете диск легко и быстро у меня никогда не получается быстро так блин но но залипшие силами никогда не получается быстро открыть все дальше руками буду тянуть так не дай бог не поцарапать машинку не надо сейчас проверим тогда ребят царапин нету все ровненько вот такой вот рисуночек диск очень красивый давайте сюда положу цвета вам покажет более подробно еще один диск пришел только уже пластиковый у меня подруга такими пользуется и горит лучше чем металлический но вот мы решили заказать тоже несколько вот получается круглые такой рисунки здесь вот все проводишь по пальцам по ним и очень хорошо чувствуются рисуночки прямо видно такие вот рисунки дальше у нас приходили вот такие вот водные наклейки как вы помните мы потом попробуем вообще полностью показать что у нас мы со света хотим заснять потом обзорчик давайте кисточки проверим а потом уже вот к этим наборам и я вам их открою покажу какие там вот вот такая вот ребята кисточка вот с таким вот ворсом она не специальном клее в транспортировочном кисточку упругая наносить например гель-лаки или еще что-нибудь на ногти будет хорошо я так надеюсь что будет очень хорошо вот такую кисточку очень хотела то что она маленькая удобненькая и можно будет делать рисунки вот такая вот кисточка маленькая эти она в транспортировочном клею но если вот так поделать он проходит сама по себе кисточка хорошенькая для начинающих маникюрщиц пойдет по крайней маникюрщиц пойдет по крайней мере дальше вот такая вот сегодня у нас пришла кисточка как вы увидели в обзорах я еще не смотрела ее тоже я вообще сразу не смотрю никогда вот такая вот кисточка немножко фиолетовый кончик тоже в транспортировочном клюю но если так поделать вот хорошенькая кисточка тоже для ногтей будет вполне удобно видите вот наносить будет все удобно да света и вот это вот приспособление все забываю как называется если вы знаете на счет в комментариях как называется но это для того чтобы вот она не ровная вот она кривая отодвигать вот так вот кутикулу но она мне не нравится да-то середки она не нравится мне вот она нравится очень даже хорошо и вот так вот берешь и отодвигаешь очень удобно отодвигать кутикулу но она не ровная причем очень сильно не ровная давайте посмотрим же вот эти вот набором а еще вот такое ребята металлической тоже. Ножичек, как я его называю. С одной стороны тут тоже отодвигать, а с другой стороны можно обрезать лишнюю кутикулу. Очень, ребята, острый, проверил уже. Как раз мне надо. Да, у Светы как раз кутикула очень страшно лезет. И сейчас посмотрим наклейки. Это набор. Света вчера уже смотрела. Давай вот так буду ложить, а ты будешь показывать. Одна наклеечка вот такая вот. Следующая. Видно? Да. Так удобнее будет. Следующие, ребятки. Очень красивые наклеечки. Прям вообще красиво. Свет, тебе какие понравились? Да. Наклейки можно на любой лак наносить. Очень красиво. Мы попробуем как-нибудь видео сделать. У нас пока простых лаков много. Света сделать маникюр. Вот тут вот ребята склеились они. Просто склеились. И вот последняя мне понравилась. Тут даже склеены, да. Тут даже два, ребята, склеены. Видите, как всегда. Вот такие вот два рисуночка. Очень красивые. Это первый набор с наклейками. Машенька, Машенька, подожди. Аккуратно. Твой взгляд такой же? Нет. По идее, должны быть два разных. Потому что мы заказывали два разных набора. Ну, если даже будет два одинаковых, ничего страшного, так как они очень красивые наклейки. О, свечка опустила. Я ее даже разобрать не могу. Представляете? Понятно. Да. Вот так вот она. Скорее всего, и здесь вот еще склеились листы. Сейчас мы попробуем. Вот такой вот лист получился. Ну, давайте я сейчас оторву, и мы по одной будем смотреть. Они, видите, как всегда склеились, и рисунки получились некоторые друг на дружке наклеены. Ну, ничего страшного, мы разберемся потом. Ой, штампик упал. Машенька мне тут помогает, рвет. Их разрывает вот такие вот рисуночки. Напишите в комментариях, какой вам. Понравились вам такие? Заказывали ли вы себе такие или нет? Один у меня уже к пальцу приклеились. У меня тут, видите, вот покажи палец. Видите, уже украшены пальцы. Вот такие вот наклейки. Нам они очень нравятся. Сын старший пришел, стоит, смотрит. Где вчера Илья был? Гуляли? Гуляли. У меня сегодня просто сын не ночевал дома, поэтому я его и спрашиваю. Где он вчера был? Давайте, Света, сюда. Теперь рассмотрим гель-лаки. Вчера вам Света их показывала, но я сегодня более подробно. Маша, подожди, не трогай. Покажу и расскажу вам по консистенции, как и что они. Вот такой вот голубой. Консистенция, по идее, нормальная. Наполненность, ну, чуть больше половинки есть, но цвет вот такой нежненький, голубенький. Мне, например, очень нравится. Маша, какой цвет? Мне вот эти вот наклеечки сейчас мешают очень сильно, которые... Да, следующий у нас салатовый цвет, вот такой вот красивый оттеночек. Тоже по наполняемости чуть больше половинки. В меру такой запах, кстати, у них такой интересный. Маша тут меня открывает. Лаки ставят. Баночки не трогай, баночки еще закрыты. И золотой лак вот такой вот, видите, тягучесть у него хорошая. Должен быть самовыравнивающийся. И наполняемость тоже полбаночки. Чуть побольше, чем у остальных. Вот такие вот три гель-лака. Напишите, пожалуйста, в комментариях вот такой фирмы вы брали или нет и какой он вообще из себя хороший или нет. И теперь будем открывать баночки. Сейчас я подвину все. Сначала будем зеленый свет повыше делать, чтобы видно было. Видите? 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 Да? Видите? Да? Илья ждет курточки. Сейчас попробую так, конечно, открыть, но хотя навряд ли так придется вот так вот открывать. Зелененький такой, как красивый. Подожди, я еще открыть не могу. Мы уже видим. Вот такой вот зеленый цвет. Наполняемость баночка почти полная. Маша, салфеточку мне влажную дай, пожалуйста. буду сюда отодвигать, чтобы мне ножичек протирать. Не дай бог, чтобы другой цвет занести в баночку. Машенька, ты не открывай, пожалуйста, я сама все сделаю, хорошо? Вот такой вот, ребята, цвет. Здесь какой-то фиолетовый анимашка. Хотя нежно-нежно-розовый, ребята, вообще нежно-розовый. Ярк-розовый даже, да. Сейчас ножичек. Кричный. Кричный? Я хочу посмотреть. А ты хочешь посмотреть кричу? Интересно очень. оттенок. Да, вот он такой коричневый-коричневый. Я даже не знаю, как сказать, такой шоколадный оттенок, я бы даже сказала. Он чем-то цвет шоколада похож. Синий хочешь посмотреть? Синий у нас Катя любит цвет. Да, Катя? Это я. Нет, а ты розовый. Я синий. А Света синий любит. Я голубой. Вот такой вот темно-темно-синий такой оттеночек. Наполняемость чуть больше половины баночки у них у всех, я заметила, идет. И вы заметили, что я каждый раз ножичек очищаю, чтобы он чистый был, потому что нельзя, не дай бог, занесется какой-нибудь цвет туда. вот такой вот бирюзовый оттеночек. Густой, кстати, очень хороший густой гель-лак. Так. Тихо-тихо-тихо. Маш, не торопись. Желтый, да, такой ярко-желтый. Наполняемость тоже такая же, полбаночки. Подождите, девочки, крышки мне перепутаете. Я потом что буду? цвет не надо, вот так, пожалуйста. Не дай бог, крышки перепутаете, потом, ох, какой коралловый такой цвет, знаете, красно-коралловый такой. Оттенок прям вообще красивый. Мне вот он очень понравился. Вот лампа придет, я его себе в первую очередь сделаю. Мне не беда понравилась. И последний, да, у нас гель-лак. Оттенок. Тут, кстати, по оттенкам везде все написано номера. Сейчас мы вам скажем номера. Вау, такое, такое. Это 149. Да, это номер 149. И, кстати, напишите, ребята, кто такие брал гель-лаки. Напишите, пожалуйста, как они вообще. Вот давайте теперь по номерам. Вот этот 149 номер. Маш, номер 107, номер 135, номер 158, номер гель-лака 102, номер лака 157, номер гель-лака 110, и номер гель-лака 101. Это среди баночных. Среди вот таких номер гель-лака 0,50, номер гель-лака 0,17, и номер гель-лака 0,32. Вот такой вот был сегодня у нас маленький обзор. Если вам понравилось, ставьте, пожалуйста, лайки и подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok